Чарльз Диккенс. Нелли. Более, чем самые лета сделали его стариком. По-видимому, он не замечал 15-градусного мороза, и если поднимал голову, так для того только, чтобы нетерпеливым взором окинуть дорогу и потому узнать, сколько они проехали. На местечке, устроенном позади экипажа, сидел молодой малый, лет 16 или 17, без ливрии, и, как видится, был импровизированным грумом или лакеем по особому случаю. Он принадлежал к сословию лондонских бедняков, и его суконный, совершенно вытертый сюртук не защитил бы его от холоду, если бы он не завернулся во что-то вроде толстого балахона. Шляпа его, нахлобученная на голову, позволяла видеть только его круглые и жирные щеки. Маленькие глаза, исполненные ума и живости, одушевляли его свежее лицо. Но и этот мальчик, несмотря на свою молодость и веселое выражение черт, казалось, мучился тайным беспокойством, которое по временам рассеивалось путевыми развлечениями и потом возвращалось снова. Он осторожно держал у себя на коленах небольшую клетку, прикрыв ее полою своего балахона, для того, вероятно, чтобы птица — это был красивый снегирь, которая в ней сидела, не слишком страдала от путешествия. От время до времени он, приподнимая полу, обращался к пленнику с несколькими словами дружбы и одобрения. Кто же такие этот старик и этот мальчик? История их — сущий роман. В Лондоне в одном честном мещанском семействе было два брата, которые нежно любили друг друга. Разность лет — один был старее другого двенадцатью годами — не только не разъединяла их, но, может быть, еще теснее привязывала их одного к другому. Они были всегда неразлучны, имели одни и те же вкусы, одни и те же симпатии, и, наконец, одна и та же женщина тронула их сердце, и они стали соперниками. Младший, он назывался Вильямом Гумфрей, первый заметил это и затрепетал, почувствовав, что рука его уже не с прежней дружбой сжала руку старшего брата. Детство его было болезненно. Брат его Гарри, одаренный крепким здоровьем, без сожаления отказался от всех развлечений молодости для того, чтобы оставаться у изголовья печального Вильяма, чтобы посвятить ему свои дни и ночи с неусыпностью больничной сиделки. И если эта пагубная любовь мало-помалу сделает его неблагодарным, нет, нет, никогда, — скричал он, — лучше умереть, лучше не видать ни брата, ни той, которая пленила нас обоих. Итак, он просил у неба силы заплатить этот братский долг и предоставил Гарри быть счастливым. Тайна его навсегда осталась неизвестной, и он, покинув Отечество, отправился мыкать свое горе в далекую сторону. Гарри женился на той, которую любил. Но, увы, счастье его было кратковременно. К концу года жена его умерла, подарившей его дочерью. Посещая портретную галерею старинного дома, вы, без сомнения, замечали личика самое прекрасное, самое милое. Кроткую молодую девушку, черты которой воспроизводятся в общей картине каждого поколения. Всегда одинаковую, всегда прелестную, доброго гения семьи, вознаграждающую за все несчастья и скупающую все недостатки. Та женщина, которую обожали Гарри и Вильям, ожила в своей дочери. Привязанность к ней Гарри была непростую привязанностью отца. Это было поклонение, благоговение. Чтобы избавить ее от страдания, печали, скуки, он вынес бы все. Все, кроме зрелища ее слез. От того-то, когда она отдала свое сердце человеку, недостойному такого сокровища, Гарри, который должен бы иметь силу воспротивиться ее просьбам, согласился на этот пагубный брак. Пренебреженная своим мужем, потом разоренная им, оскорбленная, преданная нищете, ведя жизнь скитальческую, полную превратности и борьбы, молодая женщина, стыдясь избытка своих несчастий, не смогла больше прибегнуть к помощи отца, который два раза жертвовал своим имуществом, чтобы избавить мужа ее от бесчестия. Всегда терпеливая, всегда мужественная, всегда покорная своей судьбе, она умерла, оставив на попечение старика двух сирот. Мальчика десяти или одиннадцати лет и девочку, еще детятию, по имени Нелли, которой возраст и черты напоминали то, чем она была сама, когда смерть лишила ее матери. Дед этих двух сирот, вынужденный в преклонном возрасте искать средств к существованию, с молодости сохранял живую наклонность к старым картинам и старым редкостям. Теперь он вздумал воспользоваться своими познаниями по этому предмету и завести меняльную лавку. Между тем, брат Нелли имел черты и наклонности своего отца, а Нелли во всем походила на мать. Когда Гарри держал ее у себя на коленах и, встречая кроткий взгляд ее голубых глаз, ему казалось, что он пробуждался от тяжелого сна и что дочь его стала опять ребенком. Вскоре молодой человек, увлеченный потоком своих страстей, оставил родимую кровлю. Старик и Нелли остались одни. И тут-то Гарри всю любовь своего сердца, которую он питал к жене и дочери, перенес на это чистое создание. Невинное личико Нелли напоминало ему два других лица, не менее прекрасных, не менее любимых и беспрестанно живущих в его мыслях. Двух женщин, которых он любил так же, как ее, и о которых заботился столько же, как и о ней. Существенность смешивалась здесь с мечтою. Но брат Нелли, этот молодой развратник, не станет ли, подобно своему отцу, просить у него денег и своими беспорядками доводить его до более и более стеснительного положения? Те же беспокойства, которые гнили его в другое время, не станут ли гнести его снова? Тем более, чем когда перспектива бедности ужасала его. О себе он не думал. Он думал лишь о своей внучке. И эта мысль не давала ему покою, как призрак она мучила его каждую минуту днем и ночью. Умственные способности его ослабели от постоянных размышлений. По милости зятя и потом внука, и горные дома лишили его очень значительных сумм. Ослабевшая голова его вообразила, что правосудное провидение там же возвратит ему состояние, где он потерял его. И он играл в свою очередь. И Нелли, которая рано созревшим умом своим отгадала страшную истину, была вынуждена сознаться, что ей, в ее крайности, остался только один друг, столь же бедный и одинокий, как и она сама. Это был молодой мальчик по имени Христофор, выросший в службе ее деда. Христофор предложил Нелли и старику убежище в доме своей матери. Он хотел кормить их трудами рук своих. Просил, как милости, право истощать свою молодость, свои силы, всю свою кровь на то, чтобы удовлетворить их нуждам. Он, сам того не зная, покорился тому влиянию, которое имела Нелли на всех, кто ее видел. Нелли отказалась принять его предложение из участия к нему самому и по благородному инстинкту скромности и гордости. Молодая девушка выросла до высоты своего несчастья, и с этих пор на нее слабого пятнадцатилетнего ребенка пала обязанность управлять и руководить стариком. Прежде всего, надо было увезти его из Лондона, где у него не было никого, кроме забывчивых друзей и кредиторов, которые имеют слишком хорошую память. Нелли решилась отправиться на житье в глушь какой-нибудь отдаленной провинции. Не станем следить за ней в тысячи приключениях, в тысячи затруднениях, которые проведение послало ей на пути ее. Она не изнемогла при исполнении своей дочерней обязанности, и, прошедши в разных состояниях почти все графства Англии, старик и она приняты были, наконец, школьным учителем в городке Н. Этот школьный учитель жил в развалинах, принадлежащих старинной церкви. Нелли скоро освоилась с этим новым родом жизни и стала разделять все труды доброго педагога Г. Симпсона. Она помогала ему управлять шумною толпою его учеников, занимала его место, когда он был болен, и трогательное зрелище представляла эта молодая девушка, окруженная детьми почти столь же взрослыми, как она сама, и, однако, послушными ее голосу. Когда за ним мог любимый ученик школьного учителя Нелли, она, как ангел-хранитель, просиживала над ним долгие ночи и, при смерти его, закрыла ему глаза. Она также приискала слова, которые проникли до сердца несчастного Симпсона. Он плакал вместе с молодой девушкой, и горесть его была облегчена. Так-то жила в старых развалинах, вблизи кладбища, преданная печальным заботам бедная Нелли. Но силы ее, утешавшие двух стариков, уже истощились. Увы, тот, кто в особенности обязан был ее продолжением своих дней, не отгадывал меланхолического выражения ее нежной улыбки. Он не замечал, что щеки ее окрасились густым румянцем, который при бледности остальных частей лица казался еще ярче. Ослабевший разум несчастливца избавил его от мук этого последнего беспокойства. В это время Вильям, младший из двух братьев, путешествовал по отдаленным странам, проходя один поприще жизненного странствия. Изгнанничество, которое он добровольно наложил на себя, было понято в неблагоприятную для него сторону, и горестная его жертва стала для него еще труднее от тех упреков, которые навлекла ему. Это обстоятельства и другие, проистекающие от отдаленности, сделали сношение его с старшим братом трудными, неверными и часто даже невозможными. Однако же они не были прерваны до такой степени, чтобы он не узнал хотя бы и с большими промежутками между каждым известием часть того, что мы рассказали выше. Тогда образ нежных попечений, которых он был предметом, воспоминания его детства, мечты его юности стали чаще, чем прежде, представляться его воображению. Каждую ночь ему казалось, что он, сделавшись опять ребенком, видит подле себя брата. И так он немедленно привел в порядок свои дела, обратил в наличность все, что имел, и, принося с собой состояние, достаточное для двоих, трепеща от душевного волнения, стесненный грудью, остановился в один вечер у дверей своего брата. Но этот дом не принадлежал более Гарри. Безжалостные взаимодавцы выгнали его оттуда. Что же стало с ним? Что стало с Нелли? В Лондоне случай открыл Вильяму Христофора, их молодого слугу, и они оба начали деятельные поиски. Двадцать раз они теряли, и двадцать раз опять находили они следы Нелли и ее деда. Наконец, после многих бесплодных поисков, им удалось узнать, что те, кого искали они, укрылись близ Энн в доме школьного учителя. По получении этого известия, Вильям и Христофор немедленно пустились в дорогу. Последний позаботился взять с собой любимую птичку Нелли, которая она, уезжая, оставила ему, и которую он сохранил, как драгоценное наследство. Мрачный вид зимнего утра еще более отягчал те предчувствия, которые занимали того и другого, и каждый из них внутренно спрашивал себя, не поздно ли приедут они. Читатель знает теперь, кто такие были два путешественника, ехавшие в почтовой коляске. Они продолжали свой путь целую ночь. Необходимость переменять лошадей и густой мрак, скрывавший дорогу, были причиной немалого замедления. Погода угрожала бурею, дороги, прорытые в некоторых местах дождями, представляли собой ряд глубоких рытвен. Следующий день прошел таким образом, что не было вероятности, чтобы путешественники достигли цели своей поездки ранней середины этой второй ночи. Экипаж, между тем, катился. Солнце поднялось над горизонтом, не прорезав покрывало из туманов, которые облекали землю. Слабый свет сумерек не замедлил погаснуть. Ночь наступила снова. А путешественникам оставалось еще проехать несколько миль. С темнотою увеличивался ветер, его отдаленный вой отдавался еще плачевнее, он пролетал по дороге ужасными шквалами или печально свистел в сухих ветвях деревьев, окружавших дорогу. Наконец он стал постепенно утихать, но снег начал падать большими хлопьями, которые скоро покрыли землю толстым слоем. В полях воцарилась мрачная и торжественная тишина. Колеса экипажа без шума катились по однообразному ковру, и шаги лошадей с каждой минутой становились медленнее и тяжелее. На одной почтовой станции, отдаленной от всякого другого жилья, Христофор сошел в свои сиделки с большим трудом, от того, что холод почти окоченил его, и осведомился, далеко ли предел их путешествия. Хотя вообще было не очень поздно, но для деревни это был очень поздний час, и там все уже спали. Однако ж один голос ответил через узкое оконце «Десять миль». Прошло несколько минут, никто не показывался. Наконец, один крестьянин, трясясь от холоду, привел ожидаемых лошадей, и коляска опять отправилась в путь. Дорога шла по стране неровной и гористой, лошади часто падали, и это заставляло их идти тихим шагом. Вильям и Христофор, которых тоскливое ожидание увеличивалось по мере того, как уменьшалось расстояние, не могли сносить столь медленные езды. Они вышли из экипажа и шли пешком. Переезд казался им нескончаемым. Наконец, звук колокола раздался в их ушах посреди этого общего молчания природы и прозвонил полночь. В то же время они увидали перед собой несколько домов, и коляска остановилась. «Приехали!» — скричал почтальон, слезая с лошади и стучаясь в дверь скромного трактира. «На силу-то приехали! Эй! Эй, вы! Вишь, как они спят там, словно сурки!» Он стучался сильно и долго, не добужаясь трактирщика. Дом по-прежнему оставался погруженным в мрак и тишину. Путешественники заглянули в окно. Не было ни малейшего свету. Вильям Гумфрей и Христофор советовались между собой тихим голосом, как бы боясь нарушить тишину, которая царствовала вокруг них. «Пойдем!» — сказал Вильям. «Оставим молодца будить жильцов этого дома. Мы, без сомнения, найдем кого-нибудь в деревне, кто бы указал нам жилище школьного учителя. Каждая минута замедления невозградима. Пойдем! Ради Бога!» И так он отправился в сопровождение Христофора, несшего в руках клетку, о которой он не переставал заботиться. Почтальон, оставшись один, принялся стучать изо всех сил. Дорога шла вдоль небольшого ската. Вильям и Христофор, продолжая идти по главной улице селения, потеряли из виду церковь, которой колокол прозвучал у них в ушах. Они хотели уже воротиться, но заблудились посреди лабиринта домов, разбросанных беспорядка, то передом на улицу, то в противную сторону и даже посредине улицы. В окне одного из этих домов светился слабый огонек. Христофор пустился в эту сторону, чтобы получить нужные им сведения. При первом его ударе из дома отозвался голос, и вскоре старый крестьянин показался у окна, кутаясь в платье, которое он схватил в торопях, и спросил, что такое случилось. — Мне очень жаль, что я заставил вас встать с постели, — отвечал Христофор между тем, как крестьянин закашлялся. — Барин, которого вы там видите, не здешний. Он прибыл из дальнего путешествия. Мы ищем дому школьного учителя. Можете ли вы нам указать его? — Могу ли? — возразил крестьянин. — Разумеется, могу. Будущим летом минет пятьдесят лет, как я живу в этих местах. — Возьмите, приятель, по дорожке направо. Она приведет вас к церкви. Там, налево, вы увидите разваленный домишко, и тут-то живет честный Симпсон. — Скажите мне, проклятый кашель нельзя потолковать. Слишком холодно. Доброй ночи, дружище. Христофор поспешил присоединиться к Вильяму. Оба они пошли по указанной им дорожке, которая после многих из воротов привела их к церкви. Это было древнее здание, мрачная масса которого отделялась от соседних домов и которая стояла в торжественной тишине. Подле было кладбище, огражденное слева остатками стен, башенок и старинными зданиями, нагроможденными одни на другие. Ночь, покрывавшая их своим мраком, мешала рассмотреть их величину и размеры. Путешественники наши, обходя их, чтобы найти вход, заметили на некотором расстоянии одинокий свет, выходивший из старого стрельчатого окна. Этот свет блестел посреди мрака, покрывавшего прочие здания, и был недвижен, а от этого и походил на звездочку. — Что за свет? — спросил Вильям Гумфрей, внезапно остановившись. — Это они, сударь! — отвечал Христофор. — Это они, вон те развалины, которые нам описывали. Здесь именно живут мисс Нелли и мисс Гарри. Спаси их, господи! — Нет, нет! — живо возразил Вильям. — Не может быть! Они не сидели бы в такой поздний час! Здесь Христофор, который никогда и ничему не удивлялся, просил позволения пойти и узнать, между тем, как Вильям будет обходить здание, что это за свет. Получив это позволение, он решительно приступил к делу и принялся пробираться к стене ограды, не опуская, однако же, клетки, которую держал в руке. Было очень трудно проложить себе дорогу между камней разных обломков, покрывавших землю. Однако Христофор, побеждая все затруднения, добрался до упомянутого окна. Осторожно подошел он к стене и, затаив дыхание, стал слушать. Внутри — ни малейшего шуму. Самая церковь не была молчаливее. Тогда Христофор, прислоняющий кое к оконничному стеклу, начал слушать снова и так же безуспешно, а при всем этом тишина ночи была такова, что можно бы было расслушать дыхание спящего человека, если бы только кто-нибудь спал в этих развалинах. Странным обстоятельством, разумеется, был этот свет, блиставший в такое время и в подобном месте, между тем, как никого тут не было. Небольшая занавеска, спущенная донизу окна, мешала рассмотреть внутренность комнаты. Что делать? Лезть снаружи при помощи выпусков и неровностей было бы опасно. Камни, оторвавшись от стены, покатились бы вниз, и шумом своего падения испугали бы Нелли и ее деда, если это печальное место служит им убежищем. Подумав с минуту, Христофор удалился для того, чтобы посоветоваться с Вильямом. Но этот уже оставил прежнее место. Христофор хотел уже идти за ним следом, как увидел старую дверь, почти совершенно скрытую в темном портике. Он постучал в нее, но никто не отозвался. Тогда смелый молодой человек снова приложил ухо и услыхал необыкновенный шум, которого он не мог определить ни причины, ни свойства. Ему воображалось, что он узнает то жалобы страждущего, но звуки были слишком правильны, слишком выдержаны, то однообразное пение. Христофору казалось, что это не походило ни на что, прежде им слышанное. В этих звуках было что-то странное, что-то заставлявшее трепетать, что-то такое, что, по-видимому, принадлежало не здешнему миру. Христофор почувствовал, что волосы у него на голове стали дыбом. Но, будучи смел, он постучал еще раз и так же, как в первый раз, не получил никакого отзыва. Странный шум продолжался без малейшего изменения. Наконец, любопытство победило страх. Христофор тихо приподнял защелку, напер коленом в дверь, которая, уступая натиску, запищала на своих заржавелых петлях. В ту же минуту свет огня, горевшего в комнате, поразил его глаза, и он вошел. Этот свет, от того, что тут не было ни свечи, ни зажженной лампы, осветил ему человеческую фигуру, прикорнувшую к земле и обращенную к нему спиной. Она была наклонена над очагом в положении человека, который старается согреть свои члены, прохваченные холодом. Однако же положение рук не соответствовало положению тела. Они не были обращены к огню, не искали пламени, они были сложены на груди, и пальцы сильно стиснуты, одни промеж других. Это странное существо сидело, наклонив голову, беспрестанно качалось направо и налево, сопровождая это движение каким-то горловым бормотанием, которого и описать невозможно. Христофор остановился в нерешимости, но жилет с комнаты не говорил ни слова, не оборачивал головы, не подавал ни малейшего знака, что шум коснулся его слуха. Он казался стариком. Его седые волосы походили цветом на золу, на которую он пристально устремил глаза. Трепещущий свет умирающего огня, эти стены, разрушенные временем, это уединение, это старость, этот мрак, все эти предметы гармонировали между собою. Все это было пепел, пыль, развалины. Христофор пролепетал несколько слов в извинение, сам не понимая того, что говорил. Старик, по-видимому, не замечал его присутствия. Он продолжал качаться и ни на минуту не прерывал своего печального бормотания. Молодой человек, вполовину испуганный, вполовину смущенный, хотел уйти, но, осмотревшись внимательнее, он решился остаться. Уступая неотразимой силе, он сделал шаг вперед, другой шаг, третий, наконец, последний и увидал лицо этого старика. Увидал. И как не переменилось оно, он в минуту узнал это лицо. «Мой господин!» вскричал он, падая на колени и сжимая руки старика в своих руках. «Мой любезный господин, скажите мне что-нибудь!» Гарри Гумфрей, ибо это было он, медленно обернулся к Христофору и сказал тихим голосом. «Вот и еще один! Сколько здесь этих духов!» «Я не дух!» отвечал изумленный молодой человек. «Я Христофор! Ваш Христофор! Ваш верный слуга! Теперь вы узнаете меня, не правда ли, мой добрый господин?» «А мисс Нелли?» «Где она?» «А чего она не с вами?» «Они все говорят одно и то же!» вскричал старик. «Они все делают один и тот же вопрос!» «Дух!» «Где она, мой добрый господин?» спросил Христофор с большей настойчивостью. «О, скажите мне!» «Заклинаю вас!» «Скажите мне!» «Где мисс Нелли?» Гарри Гумфрей протянул руку в угол комнаты и отвечал. «Нелли?» «Она спит!» «Там!» «В этой комнатке!» «За этой дверью!» «Слава тебе, господи!» с восторгом скричал Христофор. «Да, слава тебе, господи!» повторил старик. «Сколько раз я призывал его в эти долгие ночи между тем, как она спала!» «Послушай, не зовет ли она?» «Я ничего не слыхал», сказал Христофор. «Да-да!» грубо возразил Гарри Гумфрей. «Ты теперь слышишь?» «Неужели скажешь ты, что не слышишь?» Он встал и наклонил голову к той комнате, на которую указал. «Именно так!» прибавил он с видом торжества. «Есть ли кто в мире, кто бы лучше меня узнал этот голос?» «Ха-ха-ха-ха!» И он испустил дикий хохот. Христофор посмотрел на него со страхом. «Итак, правда, этот живой разум погас. Но в этих обезображенных чертах, в этом неподвижном, потухшем взоре, в этих устах, запечатленных столь страдальческим выражением, не выражались ли одни следы лет, слабость старости?» Христофор боялся понимать. Между тем, как он предавался этим размышлениям, Гарри Гумфрей подал ему знак молчания и, ступая с осторожностью, пошел в соседнюю комнату. После краткого отсутствия, в продолжении которого Христофор слышал, как он говорил тихим и ласковым голосом, он возвратился, неся в руках зажженную лампу. «Она все спит», — пробормотал он. «Ты прав. Она не звала. Разве что во сне. Это, сударь, случалось с ней много раз, в продолжении того, как я сидел подлине ее и сторожил ее. Я видел, что губы ее шевелились, и я понимал, хотя из них не выходило никакого звуку, что она говорила со мною. Я боюсь, чтобы свет не обеспокоил ее и не разбудил. Для того-то я и унес лампу». Таким образом, он говорил более сам с собою, чем с новопришедшим. Но, поставив было лампу на стол, он, уступая внезапному любопытству и какому-то темному воспоминанию, снова взял ее и поднес к лицу Христофора. Потом, как бы забыв предмет этого движения, он снова отворотился и опять поставил лампу на прежнее место. «Она крепко спит», — продолжал он. «Но это не удивляет меня. Ангелы своими руками разослали по земле толстый слой снегу, чтобы из ней не слышно было шуму. Все птицы перемерли для того, чтобы не возмущать ее сна. Она бывало давала им есть. Несмотря ни на голод, ни на холод, эти боязливые существа убегают от нас. А от нее они не убегали. «Да-а-а-а!» И он снова остановился и, удерживая дыхание, долго слушал. После этого он пошел, открыл старый сундук, вынул оттуда несколько женских платьев и принялся говорить с ними с такой любовью, как бы это были живые существа, и ласкать их рукою. «Что же ты, — говорил он, — лежишь так долго, моя милая Нелли! Нелли! Экая ленивица! Вон, смородина и вишни ждут уже, чтобы ты шла рвать их! — Что ты так долго спишь? Вон, твои подруги и ученики из школы пришли и стучатся в двери. Где, — говорят Нелли, — где наша Нелли? Она, сударь, ласкова к детям. Они все ее слушаются, все любят ее, от того, что она была добра до всех. «Да, сударь, она была добра!» Христофор не мог отвечать. Ему открылась страшная истина, и он горько плакал. «Вот и ее праздничное платье!» — продолжал старик, прижимая к сердцу платье своей дочери и гладя по нем своею морщинистой рукою. «Она наденет его по своем пробуждении. Его, шутя, от нее спрятали. Да я ей отдам его, я отдам! Милое дитя мое, да я не захотел бы поперечить ей ни за какие сокровища в мире. Посмотри, вот здесь ее башмачки. Как они износились! Она сберегла их на память нашего долгого путешествия. Ее милые ножки много исходили. После мне сказывали, что их искололи и изрезали камни. Сама она никогда мне на это не жаловалась. Нет, нет! Благословение Господне над ней! Благословение Господне! Я помню, сударь, как она шла рядом со мною, чтобы я не заметил ее усталости. Она держала мою руку в своих, и, казалось, она вела меня и поддерживала. Он поднес губам башмаки своей дочери, и потом, тщательно заперев их, с тоскою посмотрел на соседнюю комнату. Она не имела привычки оставаться в постели так поздно, опять начал он. Правда, тогда она была здорова. Когда ей будет получше, она станет вставать так же рано, как и прежде. Кто там? Заприте дверь! Скорее! Мало ли нам и без того хлопот с холодом и заботы, чтобы согреть ее! Дверь в самом деле отворилась. В нее вошел школьный учитель в сопровождении Вильяма Гумфрей. Первый держал в руке фонарь, другой прятался в тени. Увидав честное лицо доброго Симпсона, старик переменил принятый было им тон упрека. Он по-прежнему присел перед огнем и мало-помалу стал опять покачиваться направо и налево, издавая то странное хрипение, которое столь удивило Христофора. Что же касается до новопришедших, то он нисколько ими не занимался. Неопределенный взгляд на них брошенный не выражал ни участия, ни любопытства. Христофор, который до тех пор стоял пригвожденным к своему месту, подошел к Вильяму Гумфрей и потом оба отошли в сторону, задушая свои рыдания. Школьный учитель один вышел на средину комнаты. Он сел рядом со стариком и, после долгого молчания, решился заговорить с ним. «И эту ночь вы опять не ложились», — сказал он кротким голосом и с выражением, свойственным человеку, который много страдал. «Я было надеялся, что вы лучше сдержите свое слово. Отчего не уснете вы?» «Сон оставил меня», — отвечал Гарри Гумфрей. «Она унесла его с собою». «Она очень огорчилась бы, если бы узнала, что вы не спите», — таким образом возразил школьный учитель. «А вы, верно, не захотели бы опечалить ее?» «Ну, в этом я не совсем уверен», — сказал старик, бросая взгляд на дверь комнатки. «То есть, если бы это было единственное средство разбудить ее, она спала очень долго, очень долго. Однако же я дурно делаю, говоря таким образом». «Но», — прибавил он с самую нежную заботливостью, — «это добрый, это блаженный сон, не так ли?» «Без сомнения, без сомнения», — отвечал школьный учитель, отворачивая голову. «Разумеется, друг мой». «Хорошо», — вскричал Гарри торжествующим голосом. «Очень хорошо, а скажите мне, пробуждение будет равно счастливо, гораздо счастливее, чем язык человеческий может выразить, а ум понять». Тут Гарри встал и на пальцах проскользнул в соседнюю комнату. Трое свидетелей этой сцены слышали, как он говорил один, между тем, как ничей голос не отвечал ему. Они смотрели друг на друга в молчании и плакали. Гарри Гумфрей не замедлил возвращением, говоря, что Нелли все еще спит, но что он видел, будто она пошевелилась. «Рука ее», — говорил он, — «сделала движение. Движение чрезвычайно легкое, едва заметное. А все-таки она пошевелилась. Может быть, она искала руки своего дедушки, как с ней и случалось много раз». Сказавши это, он принял свое прежнее положение. Потом, приложив руки к колбу, он испустил раздирающий вопль. Горе этого несчастного существа, у которого способность страдать пережила разум, хватало за душу. Школьный учитель, подавляя свое внутреннее волнение, подошел к нему, взял его за руку, потом, обменявшись взором с Вильямом Гумфрей, который, казалось, хотел оставить свое место, сказал. «Он выслушает меня. Я уверен, что он меня выслушает, если я попрошу его об этом. Она выслушала бы меня во всякое время. — Я слушаю всех, кого она охотно слушала, — вскричал старик с выражением отчаяния. — Я люблю всех тех, кого она любила. — Я знал это. Я знал, что вы сделаете это, — отвечал школьный учитель, слезы которого задушали голос. — Подумайте об ней, мой старый дурук. — Подумайте о всех огорчениях, которые вы терпели вместе с нею, о всех испытаниях, которые вы с ней перенесли. — Да, да, вы правы. Я только об этом и думаю. — Я хотел бы, — продолжал Симпсон, — чтобы вы в эту ночь занимались только теми образами, которые могут облегчить ваше сердце и навести вас на воспоминания о прошедшем. — Об этом она сама могла бы просить вас, если бы была с вами. — Говорю вам это ее именем. — Разумеется, — отвечал Гарри Гумфрей, предаваясь одной мысли. — И вы хорошо делаете, тихо говоря мне все это. Таким образом нам нечего бояться разбудить ее. Как бы я был счастлив, увидав еще раз ее взоры, устремленные на меня, увидав еще раз, как она мне улыбается. На ее юном лице есть улыбка, но она нема и неподвижна. Я хотел бы, чтобы она появлялась и исчезала. Без сомнения, так и будет по милости Божией. Нет, нет, не станем будить ее. — Перестанем говорить об ее сне, — возразил школьный учитель. — Представляйте ее себе такую, какой она была тогда, когда вы путешествовали. Какой она была в том старом доме, откуда вы вышли вместе с нею. В том доме, который сохранил эхо ее радостных детских криков. — Да, это была милая и веселая девочка, — вскричал старик, увлекаясь воспоминаниям прошедшего. — Какой прелестный, милый характер! — Я помню, вы говорили, — продолжал Симпсон, — что в этом, так же, как и во всех других качествах, она походила на свою мать. — Ее мать! — Ведь вы не забыли ее? — Не забыли ее. Смерть, которая подарила вам этого ребенка, столь вам дорогого, прежде даже, чем вы могли читать в его сердце и видеть сокровище доброты, которое в нем заключалось. Не правда ли, вы помните о другом ребенке, которого вы любили, которому покровительствовали, будучи еще сами ребенком? — Не правда ли, что вы имели брата, давно забытого, давно потерянного из виду, давно разлученного с вами, который теперь возвращается, чтобы навестить вас в вашем горе и утешить вас? — Да, брат мой, это я, я, — продолжал он, бросаясь к его ногам, — брат, это я, я, Вильям, твой Вильям. — Неужели ты не узнаешь меня? — Гарри, ради бога, скажи, что ты узнаешь меня. Старик смотрел ему в лицо. Губы его шевелились, но он не промолвил ни одного слова. Потом он медленно отворотился, и между тем, как Вильям тоскливо следил за каждым его движением и простирал к нему руки, пошел к двери, говоря трепещущим голосом. — Вы сговорились между собою, чтобы отвлечь сердце мое от Нелли. — Но вам не удастся, не удастся вам, пока я жив. У меня нет иного друга, иного родственника, кроме ее. У меня не было их и не будет никогда. Она для меня все. — Теперь уж слишком поздно нам разлучиться с нею. Делая рукой такое движение, как бы отталкивая всех и произнеся имя Нелли, он вошел в другую комнату. Вильям, школьный учитель и Христофор остановились было на минуту и потом пошли за ним. Они шли с такой осторожностью, что он не слыхал шума их шагов, и они вскоре очутились все четверо вместе в комнате усопшей. Да, Нелли умерла. Она лежала, простертая на своей постели, неподвижная навеки. Она умерла. А видя эти черты столь спокойные, линии лица ее столь чистые, столь милые, вы сказали бы, что она только что вышла из творческой десницы Божией. Ложе ее было убрано зимними ягодами и зеленоватыми листьями, которыми она любила убирать ее. Когда я умру, тогда, говорила она, положите подли меня что-нибудь такое, чтобы любила свет, и чтобы всегда было бы между небом и землею. Милая, любезная, терпеливая, благородная Нелли. Она умерла. Ее любимая птичка, слабое творение, которое можно бы задушить, сжав пальцы, весело пела, прыгая в свои клетки, а сердце ее госпожи перестало биться. Следы забот, страданий, трудов, которые она испытала в столь ранней молодости, теперь исчезли. Умершая для земного горя, она ожила для спокойствия и счастья другой жизни. Счастье, которое изображалось напереди в мирной красоте ее лица и в глубоком спокойствии ее черт. Да, вот она была тут, холодная и бездушная, но все же это была она. Это было то же ангельское лицо, которое разливало очарование вокруг одинокого очага ее деда. Та же молодая девушка, добрая и сострадательная, которая проводила ночи у изголовья больного ребенка и которая сама, будучи бедную, расточала несчастным то, чему нет цены на земле — утешение усладительного сострадания. Гарри Гумфрей взял ее за руку и сжал ее в своих. Это была та самая рука, которую она протянула к нему, посылая ему свою последнюю улыбку. Он поднес ее к своим губам, говоря очень тихо. Она замерзла и старался отогреть ее своим дыханием и поцелуями, и в то же время его взор с невразимым горем, казалось, призывал на помощь к его дорогой Нелли. Школьный учитель понял его и, отвечая его мысли, сказал торжественным голосом. Она в руках Бога, и мы можем только что плакать с вами. На завтра, около половины дня, смертные останки Нелли были преданы земле. Все ученики деревенской школы провожали скромный гроб ее. Позади их шли два старика, согбенных летами, стараясь поддерживать третьего, еще более слабого, еще более сокрушенного, нежели они сами, который давал вести себя, поводя вокруг блуждающими взорами. При каждой лопате земли, бросаемой в могилу, он сильно вздрагивал. Когда могила была зарыта, он простерся на краю ее и остался тут снегу до тех пор, пока не настала ночь. Тогда он удалился в молчании, не хотя отвечать ни слова на ласковые речи, с которыми к нему обращался его брат. Перед ним поставили клетку, которую принес Христофор. Он долго смотрел на птичку, сидевшую в ней, и, наконец, слезы, первые, какие он только пролил, обильно потекли из глаз его. В следующие дни он беспрестанно скитался по развалинам, посреди которых лежало его жилище, переходил из комнаты своей дочери в школу, зовя по имени свою Нелли. По временам он прислушивался, как бы стараясь различить ее голос. Часто он посматривал вокруг себя и, казалось, удивлялся, не находя той, которая обыкновенно тут бывала. Брат его, Вильям, сначала хотел сопровождать его в его поисках, но потом он отказался от этого, видя, что его присутствие старику неприятно. Несколько времени он еще терпел Христофоры и Симпсона, но их попечения были так же отвергнуты, как и Вильямовы. И Гарри Гумфрей, мал по малу, получил привычку жить один, вдали от всех, не видя никого, не сообщаясь ни с кем. Какие мысли, какие воспоминания занимали эту душу, заключившуюся в своей горести? Это известно одному Богу. Однако ж брат его и друзья, переставшие ходить по следам его, не перестали деятельно за ним надсматривать. В одно утро они увидали, что он, вставший на рассвете, взял палку, отправился к кладбищу. В руке у него была шляпа, которую в последнее время носила его дочь, также корзинка, в которой были многие вещи, которые она употребляла, нитки, иглы, начатое вышивание. Они наблюдали, издали над его поступками. Бедный безумец пришел к могиле Нелли, сел на нее и ждал с совершенным самоотвержением. Одна ночь вынудила его оставить это место столь горестное и вместе столь дорогое, и он оставил его со вздохом, говоря сам себе. Она придет завтра. На другой день он рано утром отправился на то же место, пробыл там до вечера и, уходя, опять сказал, «Она придет завтра». С этого времени он проводил все дни на могиле Нелли. Там, без сомнения, лучше, чем где-либо, знакомый голос отзывался в устах его, а прелестный образ носился пред его глазами. Он видел там, как развивались длинные белокурые локоны, которые так любил он. Там он набрасывал себе образ того, чем был некогда и чем желал быть после. Одним весенним вечером он не возвратился в свой обычный час. Побежали искать его и нашли мертвым на могиле Нелли. Субтитры создавал DimaTorzok